Украинский мёд открыл путь отечественной продукции на выставку турецких завтраков в Анкаре. Украина на мероприятии была специальным приглашенным гостем. Чем угощали? Расскажем в сюжете Александра Кулебаба. Булочки с маком, зразы, помпушки с чесноком и пироги с капустой. Для посетителей фестиваля еды в Анкаре все эти угощения из Украины малознакомые. Они не могут понять, что такое пирожок с капустой. Как это пирог, да еще и с капустой. Берут, пробуют, нравятся. Приходят еще. До сегодняшнего дня я еще не видел мяса и грибы в одной начинке. Я из города Булу. В Турции этот город славится своей кухней. Представьте, даже я не пробовал такое ранее. Встретить подобное в украинской кухне удивительно. Мясо и грибы в одной начинке очень легкие и сытные. Благодарю тех, кто приготовил это. На этой выставке Украина почетный гость. Подкупил организаторов фестиваля украинский мед. Его пчеловод со Львовщины Владимир Горишник привозил для друга, а тот поделился с украинским послом и мэром Анкары. На выставке искушенным посетителям, кроме традиционного меда, предложили попробовать нечто особенное. Мы производим заменитель нутеллы, шоколадный мед. И он у нас есть трех видов. Шоколадный, с греческим орехом или фундуком. В основном в Турцию украинцы поставляют сырье. Товары с маркировкой «Сделано в Украине» здесь встречаются редко. Но, как показывает практика, их готовы продавать в прудмаркетах или закупать в отеле. Наша задача сделать так, чтобы продукция с добавленной стоимостью попадала на турецкий рынок. И я хочу сказать, что от этого выиграют обе стороны. А вот Иван из Луганска из-за боевых действий на родине рискнул начать собственный бизнес в Турции. В Анталии запустил мясокомбинат и завоевывает местный рынок. Делится собственным секретом. Секрет четверо детей. Каждый день. Выставка турецких завтраков продлится до 24 февраля. Редактор субтитров А.Семкин